Балтийский этап 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 И сейчас я буду готовить макарон по-флотски, по-настоящему по-флотски. Я мешаю лук, и лук надо посолить. Обязательно, когда уже идти лук, нужно его солить. Я нащупал много соли. Ну, я знаю уже, где она лезала. Я сам туда его клал, ее. Вот, я посолил, наверное, и пересолил. У них были сегодня пересоленные макароны. Миша, это старик утонял. В этом году я участвовал в фридайвинге. У меня была возможность в два раза принять участие. Это на погружение и в открытом море. Когда ты в открытом море держишься за буйок, если ты не доверяешь человеку, то это вообще, я так думаю, ужас-ужас. Но я доверял нашему инструктору Миле Бодиловской, и это помогло мне погрузиться на дно Северного моря, что само по себе нереально круто. Слепой человек, поскольку он не видит, что происходит вокруг, и не может с этой точки зрения какие-то вещи оценить, он просто, мне кажется, на сто процентов доверяется, опуская свое лицо в воду, да, и говорит, что я вообще сейчас буду куда-то плыть, не дышать, что-то делать, и я на сто процентов тебе себя вверяю, да, тебе как инструктору себя вверяю. Это очень круто, потому что вот там ведение занятий, да, там общение с созрячими людьми, оно как бы расхолаживает в этом плане. Ну, там отвлекся, в телефон посмотрел, там еще что-то, как бы, ну что там, все нормально, там, и как бы ты вот теряешь вот этот момент. Здесь как бы шансов потерять нет, это наоборот, это учит тому, чтобы не терять этот момент и находиться в нем постоянно и в других занятиях, и там с другими людьми занимаясь. Такое обучение внутреннее, self-education получается. Ну, главное, что у меня изменилось после этой экспедиции, то, что я начал немножко вообще иначе смотреть на людей, на их возможности, и, наверное, меня начало впечатлять то, что мне очень сильно люди доверяют, доверяют в тех вещах, которых я сам бы, может быть, и не стал бы доверять. То есть, и мне, во-первых, это доставило удовольствие помогать другим. И я теперь тоже понимаю, что можно тоже довериться людям, потому что мне сегодня закрывали глаза, и благодаря их помощи я смог тоже ощутить, каково это, и что просто довериться людям – это довольно просто и приятно, и в этом не стоит ожидать какого-то подвоха. Это главное, чему я научился. Я получал поддержку в те моменты, когда я этой поддержки совершенно не ожидал, и внимания, и какую-то чуткость, которую я тоже в эти моменты не ожидал, это очень сильно прям помогало и бодрило. Мне больше всего нравится то, что я начал задумываться больше о других, что они ощущают в этот момент, когда я говорю с ними, и пытаюсь как-то подстроиться, быть мобильным в этом плане, и я так думал, это мне дает ощущение доверия, что я больше начинаю понимать этого человека. Здесь все настолько внезапно и гибко, то есть нужно быть гибким, подстраиваться под какие-то изменения, потому что не всегда все получается так, как все задумали. Иногда что-то зависит от погоды, от других людей и так далее. И на мой взгляд вот эта гибкость, она очень важна. То есть мы иногда сами себя загоняем в некие рамки, что у нас есть план, мы знаем как надо, или у нас есть там расписание, надо только следовать ему, и тогда все получится. Но иногда можно просто вот отпустить ситуацию, особенно если ты не можешь на нее повлиять, и она все равно получится хорошо, все равно получится как надо. Зачастую так бывает. На самом деле просто по итогу этой регаты, по итогу этого перехода через Балтийское море появляется какое-то новое, совершенно иное ощущение и взгляд на мир вокруг. То есть ты немножко начинаешь его иначе ценить, и ценить то, что ты делаешь в этом мире, и прямо хочется сделать что-то более масштабное, что-то более важное, что-то более социально ответственное, возможно. Мы, правда, создали в парусах двух культуру, и людям нравится взаимодействовать вот в этой культуре, проактивной. И, конечно, наша задача, чтобы вот такие культуры, такие организации, такие, они могли жить в бизнес-сообществах, там, в общественных организациях, некоммерческих, государственных. Вот такие люди, которые готовы брать на себя ответственность, которые интересны, которые стараются взаимодействовать на, все-таки, на основе позитива, на основе чего-то хорошего, чтобы вот такие люди могли полностью реализовывать себя в любых организациях. Приглашаем принять участие в инклюзивном парусном лагере в Армении на озере Сиван со 2 по 11 сентября. В парусной экспедиции по Средиземному морю с 14 сентября по 4 октября и других гуманитарных мероприятиях, информацию о которых можно посмотреть в разделе «Новости» на сайте экстрабилити.орг Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok